Всем привет! Вы на канале Ульяна English, где мы говорим нет скотчным учебникам и изучаем английский самым небанальным и интересным способом! В сегодняшнем видео я предлагаю вам обратить наши взоры в сторону англоязычной аудитории ютуба, в частности, не так давно на канале популярного журнала Vogue вышла серия видео самой Кэндл Дженнер, надеюсь, все знают, кто такая Кэндл Дженнер из семьи Кардашьян, где она делится своими эмоциями касательно такой ментальной проблемы, как ангзайри Если вы никогда не слышали об этом термине, то ангзайри это состояние тревожности, беспокойства, то есть когда вас все-все-все тревожит, на самом деле очень-очень важная тема, особенно в нынешнее время, в эпоху коронавируса, карантинов и всяких ограничений, потому что все больше и больше людей, к сожалению, сталкиваются с таким понятием, как ангзайри на своем собственном примере, и что касается непосредственно английского языка, давайте посмотрим на те самые комментарии, которые оставили англоязычные пользователи ютуба под данным видео у журнала Vogue, потому что это самый живой, самый настоящий английский, мы посмотрим, как же носители языка комментируют видео, какие слова они используют, и конечно же, возьмем их себе на заметку, чтобы дальше тоже активно их использовать в своей речи. Итак, сейчас я буду зачитывать со своего телефона эти комментарии один за одним, и мы посмотрим, что есть там для нас интересного и вкусного с точки зрения английского и именно вокабуляра. Итак, вот он первый комментарий, на который мы обратим внимание. It doesn't matter how much money or privilege you have, anxiety and depression does not discriminate. It doesn't matter, совсем не важно, how much money, сколько у вас денег, or privilege. Privilege это привилегия, то есть это какое-то преимущество, которое есть у человека, возможно от рождения, как Кэндл Дженнер, она изначально из богатой семьи, поэтому понятно, что да, у неё есть какие-то привилегии, и ей легче пробиться в этой жизни. И далее интересный момент, anxiety and depression, то есть состояние тревожности и депрессия does not discriminate, в данном случае discriminate никак не относится, допустим, к расовой дискриминации или половой дискриминации, это именно глагол, который переводится, как видеть различия, отличать, различать, то есть в данном случае имеется в виду, что не важно, сколько у вас денег, сколько у вас привилегий, богатый ли вы или бедный, такие понятия, как тревожность и депрессия, не видят различий, абсолютно каждый человек может стать жертвой этих состояний. В отношении глагола discriminate и как его употреблять в речи, можно взять вот такой пример. The two brothers are identical twins. Два брата идентичные близнецы. It's so hard to discriminate between them. Очень сложно найти отличия между ними. Следующий комментарий, который оставила девушка под ником Рокси Рейс, звучит так It's great that she's speaking out about this. Hopefully these different conversations she's had with them have helped her get better coping mechanisms. Длинное предложение, точнее два предложения, и тоже здесь много хорошего с точки зрения вокабуляра. It's great that she's speaking about this. Здорово, что она так откровенно об этом разговаривает. Классный фразовый глагол speak out, то есть когда вы не просто говорите, а когда вы как бы выворачиваете свою душу и откровенно говорите на какую-то тему, и в данном случае Кэндалл Дженнер откровенно говорила про anxiety. Далее, hopefully, на русский манер, так скажем, мы говорим будем надеяться, будем надеяться, что это случится, будем надеяться, что коронавирус кончится, hopefully. These different conversations she's had with them, эти разные разговоры, беседы, которые она провела с психотерапевтами у ВОК, have helped her get better coping mechanisms. Помогли ей заполучить лучшие coping mechanisms. Coping mechanisms это, так скажем, какие-то механизмы адаптации к какой-то проблеме, допустим, кто-то справляется со своими проблемами с помощью юмора, кто-то просто плачет, кто-то просто уходит в себя, вот это все coping mechanisms, и, конечно же, это ближе именно к теме психологии, но все равно, я думаю, было бы полезно запомнить это словосочетание. Так, двигаемся с вами дальше, еще один интересный комментарий. Итак, anxiety это тревожность, мы уже знаем, плюс procrastination, это прокрастинация, уверена, практически все из вас знакомы с этим термином, потому что оно очень благополучно мигрировало в русский язык, это такое состояние, когда мы все откладываем на потом, вот есть у нас куча дел, их нужно сделать сейчас, а мы все завтра, послезавтра, вот это все procrastination. И далее добавляется overthinking, люблю это слово, потому что мне лично оно присуще, уверена, многие этим занимаются, это, знаете, такое зацикливание, когда вы чрезмерно сильно обдумываете какую-то проблему, либо тему, то есть, допустим, ссора давно уже прошла, все уже помирились, а вы продолжаете это переваривать, так вот, то, чем вы занимаетесь, называется overthinking. Собственно, overthinking is one of the reasons of anxiety, вот это вот зацикливание является одной из причин состояния тревожности, но все-таки давайте до конца посмотрим этот комментарий, то есть вот это вот, так скажем, троица anxiety, procrastination and overthinking is the worst combination ever, это самая ужасная комбинация, когда все это сливается воедино и просто может взорваться голова на самом деле. Ну и далее легко, it plays with your head so much, то есть, вот эти все понятия играют с вашей головой, и вы не знаете, как жить и вообще, что делать дальше. Кстати, ребят, напишите в комментариях, чувствовали ли вы когда-нибудь что-то из этого, чувствовали ли вы anxiety, procrastination and overthinking, потому что у меня было абсолютно все из этого, как было иногда до сих пор бывает, потому что все мы люди, и все равно иногда о чем-то переживаешь, и вот, к сожалению, всплывает иногда и такое. И давайте перейдем к следующему комментарию, пользователь с очень кратким именем кей. Написал следующее Очень коротенькое предложение, но очень богатое на классный вокабуляр Итак, loved how candle is bringing light to anxiety. Люблю, то есть, мне понравилось как candle, is bringing light to something, это идиома, это классное выражение, которое переводится как проливать свет на что-то, проливать свет на какую-то тему, на какую-то проблему, возможно, социальную, да, либо просто поднимать тему чего-то, в данном случае поднимать тему тревожности. Candle is bringing light to anxiety, она проливает свет на тревожность, which is often overlooked, которая, имеется в виду тревожность, да, то есть, тема тревожности часто игнорируется. Overlook это игнорировать либо упускать из виду глагол, который, знаете, означает, что вы не специально как бы игнорируете какие-то проблемы, либо ошибки, а просто вот вы упустили из виду, и многие люди в обществе считают, что anxiety на самом деле не существует, это придуманная проблема, и не уделяют ей должного количества внимания, что приводит, собственно, к депрессиям у людей. Как просто рандомный пример можно сказать I overlooked some mistakes in his assay. Я не досмотрел, я не увидел, упустил некоторые ошибки в его эссе. Двигаемся дальше, здесь на самом деле очень много классных комментариев, следующий. Вот такой вот красивый комментарий, и давайте посмотрим, что здесь интересного. Она принимает, то есть она как бы сознается, и она соглашается с чем-то, accept принимать какой-то факт, и соглашаться с ним, она соглашается, что она privileged, что она привилегированная, до этого у нас было существительное privilege, а сейчас это у нас прилагательное privileged, она принимает тот факт, что она привилегированная, and calls herself fortunate, и называет саму себя fortunate, fortunate это удачливый, то есть удачливый человек, которому повезло родиться в семье Кардашьян, и соответственно, она никогда не испытывала финансовые проблемы, и гораздо проще, допустим, чем всем остальным. Genuine and grateful gesture. Genuine переводится как искренний, неподдельный, допустим может быть genuine love, искренняя любовь, genuine pleasure, неподдельное удовольствие, и далее grateful, благодарный, gesture, это жест. Жест может быть как физически, когда вы просто делаете что-то рукой, там со своим языком тела, как-то обращаетесь, либо жест какое-то действие, то есть фигуративное значение, что это очень красивый, очень неподдельный жест со стороны Kendall, как бы объявить на такую широкую аудиторию, что да, я понимаю, что я привилегированная, что мне в жизни повезло, что у меня очень много денег. Давайте дальше перейдем к комментарию пользователя Crystal A, она пишет следующее. Итак, Kendall has been expressing her anxiety for years, here and there, and I feel like most people didn't take it seriously, but now I'm glad that she has this platform to really dive deep into it. Итак, Kendall has been expressing her anxiety for years, все эти годы, for years, очень много лет уже Kendall пытается выразить, express это выражать, свои мысли, чувства, эмоции касательно anxiety, about her anxiety, да, то есть здесь, кстати, посмотрите, используется время Present Perfect Continuous has been expressing, что означает, что она когда-то там давно в прошлом начала этот разговор про тревожность, она начала об этом рассказывать, и она делает это до сих пор, процесс не завершен, и все это время она рассказывает людям о своей проблеме anxiety. Далее в комментарии here and there, что переводится тут и там, то есть она везде об этом говорила, и в инстаграме, и в ютюбе, and I feel like most people didn't take her seriously, и мне кажется, I feel like, это то же самое, что I think, я думаю, мне кажется, most people, большинство людей didn't take her seriously, не воспринимали ее всерьез, классное выражение, take something seriously, или take somebody seriously, воспринимать кого-то или что-то всерьез, допустим, можно сказать, что elderly people don't take TikTok seriously, люди в возрасте не воспринимают TikTok всерьез, для них это какая-то безделушка, и еще одно было у нее классное предложение, but now I'm glad she has this platform, но сейчас я очень рада, что у нее есть эта платформа, в виде ютуба, в виде блога Vogue, to really dive deep into it, то есть именно погрузиться внутрь этой проблемы, dive deep, в принципе, легко запомнить от слова diving, когда люди занимаются дайвингом, они глубоко погружаются в воду, это выражение может использоваться дословно, dive deep into water, погружаться в воду, либо в фигуративном значении, как здесь, погрузиться в какую-то проблему, dive deep into it. Далее еще мне с точки зрения английского языка понравился комментарий Анжелики Джексон, она пишет следующее Два длинных предложения с очень классным вокабуляром Думаю, все понимают, что значит феноменальный, может быть феноменальный успех, phenomenal success, или феноменальная сила, phenomenal strength, и в данном случае серия видео ей показалась феноменальной, и я рада, что она had the courage, что она осмелилась, что она имела смелость, это тоже такое цельное выражение, have the courage, осмелиться что-то сделать, допустим, not everyone has the courage to speak out about their problems, не каждый осмеливается говорить откровенно о своих проблемах, как вот, допустим, Kendall Jenner, и далее, что же она осмелилась делать, she had the courage to shine light on such a sensitive and overlooked topic, это то же самое, что до этого мы с вами уже изучили идиому, bring light to something, то есть тоже пролить свет на что-то, на какую-то тему или проблему, можно поставить между двумя этими выражениями, знак равно, они полностью синонимичны, но смотрите, какой богатый язык, да, получается, далее sensitive and overlooked topic, sensitive topic это деликатная тема, то есть такая тема, на которую не очень просто разговаривать, она затрагивает какие-то глубинные чувства, вот это вот sensitive topic, и overlooked topic, я думаю, здесь вы уже понимаете, мы до этого разобрали, что значит overlook, здесь это прилагательное, то есть та тема, которой уделяется недостаточно внимания, overlooked topic, и следующее предложение, these videos have helped me tremendously, эти видеоролики помогли мне чрезвычайно сильно, tremendously, очень сильно, то есть можно было бы просто, знаете, используя такой basic English, написать very much, да, но это не интересно, это слишком просто, а вот tremendously сразу звучит на уровень выше, так что точно берите себе на заметку, and the advice those professionals gave was very beneficial for me, и тот самый совет, обратите, кстати, внимание на артикль the, the advice, то есть те самые советы, которые были даны в этих видео, не какие-то там общие, а именно конкретно эти советы, которые эти профессионали дали в видео, was very beneficial for me, beneficial это полезный, благотворный, то есть то, что очень хорошо на вас влияет, ей очень помогли эти советы, допустим, можно сказать, cycling is very beneficial to health, езда на велосипеде очень благотворно влияет на здоровье. Далее смотрим на комментарии от пользователя nonchallenge. I started therapy because of my anxiety this year. I dropped out of college four months ago, because I couldn't deal with it anymore, it was eating me alive. I have no clue what the future holds, but my mental health is way more important than anything else. Очень хорошая такая глубокая мысль, соглашусь с этим пользователем, но давайте посмотрим на английский. I started therapy, я начал терапию, да, скорее всего, психотерапию, because of my anxiety this year, из-за состояния тревожности в этом году. I dropped out of college four months ago. Четыре месяца назад я бросил колледж, это цельное выражение drop out of school, of university, of college, то есть когда вы недоучившись, бросаете какое-то учебное заведение, drop out of, because I couldn't deal with it anymore, потому что я не мог больше с этим справляться, deal with something, справляться с чем-то, бороться с какой-то проблемой, вот он не мог бороться и бросил колледж, и далее добавляют it was eating me alive, в целом переводим дословно, это просто меня сжирало заживо, мы тоже так по-русски говорим, да, что какая-то проблема, когда вас мучает, вы говорите, а, меня это съедает заживо, вот anxiety съедала этого человека заживо, и далее I have no clue, классное выражение, I have no clue, то же самое, что I don't know, но гораздо интереснее, не так банально, и в принципе переводится как я вообще не имею никакого понятия, what the future holds, то есть что приберегло, что сулит для меня будущее, то же такое цельное выражение, what the future holds, то есть что там в будущем судьба для меня приготовила, but my mental health is way more important than anything else, и здесь я с ним точно соглашусь, что мое ментальное здоровье намного важнее, чем что-либо еще в этом мире, то есть если здесь плохо, то ты, в принципе, ничего не хочешь делать, ни работать, ни учиться, ни жить, а если с ментальным здоровьем все в порядке, то все, собственно, окей, и здесь обратим внимание на использование way, way more important, то есть way как бы усиливает, намного более важно, то же самое, что much more important, но way more important, более неформально, и более такой живой английский, так скажем. Следующий комментарий от пользователя под ником Sam, такое очень, так скажем, забавное, это очень короткое предложение, но мне оно нравится с точки зрения грамматики. Итак, Если бы у меня были ее деньги, пишет он, наверное, он, да, то есть деньги Kendall, все эти миллионные миллиарды долларов, я бы чувствовал себя намного менее тревожно, то есть я чувствовал бы себя намного более счастливым. Здесь в данном предложении используется условное предложение второго типа, когда мы как бы говорим о какой-то воображаемой нереальной ситуации, этой ситуации нет на самом деле, но мы как бы, можно сказать, мечтаем о том, что могло бы быть в нашей жизни, если бы у человека были деньги Kendall. И в данном случае конструкция будет такая, I would fill, d это как сокращение от I would, I would fill в главной части предложения, would и первая форма глагола, и после if ставится в past simple, if I had her money. Да, кстати, напишите в комментариях, согласны ли вы с пользователем Sam, что деньги решают проблемы ментального здоровья, или все-таки вы согласны с тем, что такие болезни не выбирают бедный, богатый ты, в общем, интересно посмотреть, что вы действительно думаете. И последний комментарий, который мы сегодня возьмем на разбор, от пользователя Not your mother's mom. Интересный такой ник, длинный комментарий, но хороший. Ой, много букв, много слов, но хороших. Итак, начинается все с того, что Just goes to show. Хорошее выражение. It goes to show переводится как Все это свидетельствует о том, что... И дальше продолжайте свою мысль. То есть Just goes to show все это свидетельствует о том, That mental illness can affect anyone. Что ментальная болезнь, ментальная болезнь, Ментальные проблемы могут отразиться абсолютно на каждом человеке. Эффект в данном случае это именно навредить, нанести какой-то ущерб и Хорошее дальше идет выражение regardless of. Независимо от, то есть независимо от privilege привилегий, fame славы, money денег или красоты beauty. Допустим Everyone has a right to a job regardless of their age, sex, race. У каждого есть право на работу, независимо от пола, возраста или расовой принадлежности. И так здорово, что она и другие люди с огромной аудиторией Вы уже знаете фразовый глагол speak out, говорят откровенно о ментальном здоровье Нам необходимо remove, искоренить, удалить, уничтожить эту стигму, и в русском языке мы тоже говорим стигма, то есть какое-то стереотипное мышление, которое мешает людям жить И чтобы мы могли говорить об этом так же свободно, как мы говорим о каких-то физических заболеваниях, когда голова болит, живот болит, об этом мы говорим легко, но когда дело касается anxiety, depression, тут-то и начинаются проблемы. И здесь в этом кусочке мне очень нравится сравнительная конструкция as freely as we do physical illness, то есть переводится это на русский язык как, так же свободно как, так как, когда мы отождествляем два объекта, два явления, допустим Кендал Дженнер такая же богатая, как и Ким Кардашьян, то есть такая же как, так как, as, as И на этом все на сегодня, друзья, напишите пожалуйста в комментариях, понравился ли вам этот выпуск, хотели бы вы еще видеть подобное видео, где мы разбираем комментарии англоязычного ютуба, я с радостью сниму для вас новые выпуски так, чтобы вы развивались, расширяли свой словарный запас и усиливали свою грамматику английского языка. Ну и для практики, чтобы у вас это именно закрепилось, будет очень классно, если вы возьмете любое слово или два или три из тех, что мы с вами сегодня прошли и составите с ними свои предложения и напишите их в комментариях. Обещаю, что отвечу каждому из вас и таким образом мы будем превращать наш пассивный словарный запас в активный, от вас ничего не требуется, просто всего лишь пару минут вашего занятия, но зато какой эффект. Ребята, спасибо всем, кто досмотрел это видео до самого конца, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, если вам оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, нажимайте на колокольчик, впереди нас ждет очень много классных, полезных, интересных видео, самое главное не банальных, долой учебники, как я сказала в самом начале, видео, и увидимся с вами в моих следующих выпусках, всем пока!